Обаятельная красавица Наталья Антонова считается одной из наиболее запоминающихся и талантливых актрис российского театра и кино. В её творческой биографии около 80 полнометражных картин и сериалов. Ничего в этой жизни Антоновой не досталось легко. Ей пришлось пройти определенный путь и преодолеть препятствия, чтобы завоевать любовь зрителей. Да и крепкую счастливую семью получилось создать не с первого раза. Со своим будущим мужем Александром Вершининым актриса снималась в картине «На заре туманной юности». Молодые люди не только на экране, но и в жизни полюбили друг друга. Через несколько месяцев сыграли свадьбу. На тот момент невесте исполнилось 23 года, а жениху 32. Несмотря на рождение сына Артёма и венчание в церкви, пара не смогла сохранить отношения. Супруги развелись спустя 4 года. Как говорила впоследствии сама актриса, она не смогла смириться с тем, что муж словно и не нуждался в ней. Она занималась сыном, служила в театре имени Гоголя, снималась в кино, и семья всегда была для нее главной. Несмотря на занятость, она оставалась хорошей хозяйкой, заботливой мамой и женой. Только вот мужа все время не было дома. Он много работал, но свободное время предпочитал проводить не с семьей, а с друзьями. Когда Наталья поняла, что никогда не будет занимать в жизни мужа первое или хотя бы второе место, она попросила развод и стала растить сына одна. На протяжении многих лет актриса попросту не подпускала к себе мужчин. Она очень тяжело переживала развод и, кажется, попросту разучилась доверять мужчинам. Но случайно, как ей казалось знакомство с врачом-акушером Николаем Семеновым, перевернуло все ее представление о мужчинах вообще и о браке в частности. Сестра Светлана, которая, кстати, последовала примеру Наталии и тоже стала актрисой, однажды пригласила ее на дачу к друзьям. На следующий день ей должны были сделать операцию, так как у актрисы была травмирована нога, и сестра решила, что Наталии надо развеяться и получить заряд положительных эмоций. Там, на даче, и состоялось судьбоносное знакомство актрисы и ее будущего мужа. При этом знакомство было непринужденным, ни к чему не обязывающим, и в конце вечера они просто обменялись телефонами. Утром Наталия отправилась в больницу, а когда ее везли из операционной на каталке, у палаты сидел Николай. Он не только пришел ей помочь сразу после операции, но еще и принес массу гостинцев. Человек, которого она видела во второй раз в жизни, носил ее буквально на руках. После выписки актрисы Николай стал приходить к ней домой. С ее стороны это вовсе не была ли вовсе с первого взгляда. Они сближались очень медленно, но в результате актриса поняла – судьба подарила ей шанс стать счастливой. Николай же знал о том, что Наталия Антонова станет его женой за много лет до знакомства с ней. Однажды, вернувшись домой с работы, он включил телевизор и увидел на экране Наталию. Он не знал, что это был за фильм, да и актрис увидел впервые в жизни, но в голове отчетливо отпечаталась мысль – эта женщина будет моей женой. Лишь спустя пять лет в общей компании Николай узнал о том, что Светлана, с которой он уже был знаком благодаря общим друзьям, сестра Наталии. А после он сам организовал и тот выезд на дачу, и случайное знакомство с самой актрисой. Расписались они спустя год после знакомства, когда Наталия Антонова уже ждала ребенка. А в 2016 году обвенчались, предварительно получив разрешение от православной церкви, которое было необходимо из-за первого брака актрисы, тоже венчанного. У них уже было двое общих сыновей Никита и Максим, когда актриса забеременела. Они готовились к появлению на свет третьего ребенка. Старшие братья даже уже распределяли обязанности – кто будет учить его кататься на велосипеде, а кто рисовать. 11 октября 2018 года родился раньше положенного срока их Коленька. И малыша сразу перевели в реанимацию. Два месяца доктора боролись за жизнь малыша. Он перенес две операции. Родители в больницу пригласили священника, крестившего мальчика. Актриса и ее муж два месяца жили надежды, а маленький Коля, несмотря на боль, все время улыбался. Мама даже не могла взять его на руки. Она лишь навещала его в реанимации, гладила по голове, держала за крохотную ручку. И молилась. Спасти Колю не смогли. 14 декабря 2018 года его не стало. Старшие сыновья уже живут отдельно. Антон стал юристом, Артем пошел по стопам своих родителей. Он окончил театральный колледж Олега Табакова и успел сыграть в сериалах «Штрафник», «Скорая помощь», «От ненависти до любви», «Лев Яшин», «Вратарь моей мечты». А свою первую роль он исполнил в полтора года, когда снялся в сериале «Бригада». Именно он сыграл Ваню, сына Саши Белого и Ольги. Правда, съемки сильно утомили ребенка, и Наталья решила больше не повторять такой опыт. Сама Наталья поначалу отговаривала сына от выбора актерской профессии. Но несмотря на это, в 2019 году они снялись вместе в ленте «Счастье можно дарить». Наталья с семьей живет в загородном доме. Семья для нее – самое главное. Ради нее она пожертвовала театром. «Театр – это храм. В нем нужно служить. Я не смогла совмещать служение этому искусству со служением семье. И поменяла этот храм на храм семейный». Так Наталья объясняет свое решение. Иногда Наталья играет в антрепризах, но в целом предпочитает сниматься в телевизионных проектах. По примеру, сына Никиты увлеклась живописью. Она даже участвует в выставках, на которых можно приобрести ее работы. Предпочитает писать пейзажи и натюрморты.